Этот фильм покажет вам многое того, что вы не знаете, и опровергнет то, что вы знаете. Сможет решить все проблемы, связанные с экологией, продуктами питания, энергетическую проблему. Люди не будут нуждаться в деньгах, не будет территориальных проблем. Наука будет знать свое направление, не будет болезней и смерти. Будут создаваться новые планеты по всей Вселенной. Каждый человек найдет смысл жизни. Это будет настоящим переворотом злой системы вещей на добрую систему. Это будет как потоп ноя из воды, но по-другому из огня. Это будет началом нового мира. Все вы знаете, что атмосферу создает растительность. Животные появились после динозавров, но оказывается это не так. Думают, что фотосинтез создает кислород из углекислого газа, то есть из 10 углекислого газа только 10 кислородов и так далее из 10-10 один к одному. Вопрос, а что или кто создает первичный кислород? Чтобы выделить из воды кислород, нужны огромные энергетические ресурсы, а эти ресурсы будут сжигать огромное количество углеводорода и опять тот самый кислород. Тем более углекислый газ, который содержит кислород, соединяясь водяным паром, превращается в угольную кислоту, а далее угольная кислота соединяется с тяжелыми металлами и превращается в карбонаты. И вместе с дождем падает на землю, как плодородная минеральная первая почва, тем самым сокращается количество кислорода в атмосфере. А сам углекислый газ не может упасть на землю, так как содержит в себе свободные позитроны кислорода и поэтому летит, как самое высокое облако на небе. Поэтому растения никак не могут до них добраться. Если бы углекислый газ не поднимался наверх, жизни бы не было, но это еще не все. Ведь картошка, сахар, курица, орехи и все продукты, бензин, солярка, керосин, метан, бутан, пропан, нефть и черный уголь, а также древесина и трава состоят из углеводородов, то есть углерод и водород, скажем 6 водородов. Когда они горят, соединяются с кислородом и при этом выделяют лучи гамма-кванта, тепло, то есть соединение электрона и позитрона. Из другое измерение вытаскивают карки красного и желтого света и тогда мы получаем 1 углерод с 2 атомами кислорода, свободным позитроном и 3 молекулы воды, то есть 6 водородов и 3 атома кислорода в виде воденогопара с свободными электронами. Результат горения 500 миллионов тонн кислорода, получаем 200 миллионов тонн кислорода в молекле углекислого газа и 300 миллионов тонн кислорода в молекле воды в виде воденогопара. От этого падает давление атмосферы и получается, что земная кора становится легче и находящийся под землей позитроний вырывается наверх и начинает гореть, превращается в вулкан, землетрясение, цунами. А из углекислого газа образуются огромные тучи, потому что позитроны начинают притягивать водяной пар и при этом принимают электроны в себе, превращаются в карбонаты, а свободные позитроны падают на землю в виде первичной сильной позитронной молнии. А далее дождь, падение давления, быстрое охлаждение и конденсация пара, превращение в град. Свободные электроны падают вторичной молнией из электронов, и все это как ураган и смерть падают на нас, создавая наводнение. А вся энергия молний уходит глубоко под землю, электроны и позитроны соединяются, превращаются в позитроний и ждут, когда упадет давление. Это создаст новые катаклизмы, а весь кислород и озон закончатся, небо будет черным и не спасется даже бактерии и микробы. Это тупик для всего человечества. А кто виноват во всем этом? Кто-то говорит овпийские коровы, из их отхода выходит углекислый газ. Во-первых, это не углекислый газ, а углеводрот. Во-вторых, она не может подняться вверх. Кто-то скажет автомобиль, но автомобиль это прежде всего вещь, имеющая хозяина. Хозяин скажет, это моя жена просила купить машину, а жена скажет, хотела быть богатой, как мои соседи и все люди. А люди почему хотят быть богатыми? Они скажут, наши боги принесли нам богатство. Мы купили их в магазине. Нам сказали, если поставить этих богов в видное место и просить у них деньги, то вы будете богаты. И мы много лет просили у наших богов богатство. Наконец мы взяли кредит и стали богаты. И много машин, автомобилей мы купили за эти деньги. И благодарим наших богов за это. А кто делает этих богов? Мы мастера из давних времен. Наши отцы и деды зарабатывали этим ремеслом себе на хлеб. Те, кто делал этих литых богов, так полагались на них. Но подумайте, лягушка хороший советник. Ведь у этого бога есть глаза и стекла, и пластиковый рот, и нос. Но будет ли она тебе говорить, стань богатым, стань богатым, прикоснись ко мне и станешь богатым? Но подумайте сами, не вы ли сами себе говорите, из-за этих бесполезных богов, которые вовсе не боги, должны стать богатыми? А что, хотите оставить своим детям дырявый озоновый слой? Или поломанные земли и пустыню, наводненные поля и леса? Вместо чистого воздуха новый противогаз? Или хотите вместо яблок и ягод новые таблетки? Вы, люди, думаете только о себе. Хотите оставить своим внукам результат спортивных достижений и результат технических достижений? Неужели вы не можете отличить добро от зла, ложь от истины? Хотите ускориться и узнать, из чего вы состоите? Создаете роботов из металла? Одумайтесь. Ваши предки не обезьяны и не зайсы. Они клонированные автономные модули, биологические совершенные роботы, созданные для жизни и создания жизни. Стертый компьютерный файл – это тот же человек, который умер. Он не может функционировать и совершать какие-то действия, размышлять или чувствовать. Кто вам сказал, что у человека есть бессмертная душа? Если человек может жить на земле вечно, не старея и не болея, для человека триллионы лет будут как одна доля секунды, потому что он будет жить вечно. Кто вам сказал, что рай в другом измерении или где-то далеко, если земля была раем и будет раем? Бог, не могущий лгать, создатель неба и земли и всех звезд во всей вселенной, открывает нам тайны через наши глаза и наши уши, показывая через наши чувства то, что было не видно до этого дня. Кактус имеет иголки и шиповник шипы. Если отец дает дочке конфетку, он не проткнет иголкой дочь. Это нелогично. Помидор и огурец имеют пух из иголок, но это не для холода, потому что они стоят в теплице, где тепло. И это нелогично. Коровы имеют шерсть, на рога и копыта боятся холода, поэтому они зимой стоят в хлеву. И это нелогично. Ёжик имеет иголки, и все животные имеют шерсть в виде мягких иголок. И все это для чего? Все растения имеют форму стрелы и острой иглы, гигантские и микроскопические. Во всем этом какая логика? Напротив, арбуз, яблоко, лук, помидор, огурец, лимон, банан и все фрукты, ягоды и овощи имеют круглую форму. Или по-другому, не имеют острых краев и иголок. Наверное, все знают, что высоковольтный электрический конденсатор – это круглый железный шар, так как позитроны или электроны, войдя в этот круг, не могут выйти. Но железо имеет хорошую электрическую пропускную способность, и поэтому крутится долго. В отличие от железа, фрукты, овощи и ягода имеют внутренний порядок, останавливающий и замедляющий прохождение позитронов и электронов. Так как они состоят из углеводородов, именно к ним добавляются позитроны и электроны, превращая химический состав водорода в гидрид и супергидрид, то есть тот же водород, только с дополнительными электронами и позитронами. В высоком давлении там появится и сам позитроний, и ее соединение. Такой же водород, только без протона, а состоящая из позитрона и электрона. Чистая энергия. Тот, кто будет есть продукты с высоким содержанием гидрида, у того не будет свободных радикалов. Свободные радикалы крадут электроны из наших клеток, чтобы она быстро остарела и может довести до рака. А пока все, что мы едим, превращается в свободный радикал. И ДНК сможет продержаться в таком интенсивном делении только до 80 и 100 лет. После деления уже не будет. А тот, кто будет кушать заряженный продукт позитронами и электронами, сможет прожить намного дольше. Даже те, кто жил до потопа, всего лишь из-за высокой давления жили до 900 лет. Адамов грех появилось из-за генетического изменения в области головного мозга для самостоятельного определения добра и зла. Или по-другому, добавлены информационные коды в ДНК. Эти коды образуют совесть. В ДНК есть свободные ячейки для хранения информации или по-другому память иммунитета. Именно в иммунитете хранится наша совесть. Но благодаря искупительной жертве Иисуса Христа Бог прощает наши грехи, чтобы мы обрели совершенную совесть. А совесть обретается благодаря знаниям, которые исходят от Бога. А именно эти знания мы можем получить только если изучаем Библию. А кто может нас учить законам и принципам из Библии? Если мы будем иметь совершенную совесть, а именно информационную, то наш мозг очистит иммунитет от ненужных уже информационных кодов, которые называются приобретенный Адамов грех для определения добра и зла, факт ДОДИС, которые хуже всякой болезни. Но противоположность к круглому стрелах. Силиндр служит как ускоритель элементарных частиц, как водопровод, но для электрона и позитрона. Силиндр заряжается позитронами. Когда входят электроны, позитроны выходят за силиндр. И своим магнитным полем ускоряют электроны. Или наоборот, электроны ускоряют позитрон. От кончика стрелы, иглы, быстро прорываются электроны или позитроны. Когда от краев растительных листьев, иголок и стрел выходят позитроны, они в первую очередь проникают в воду и отделяют от нее называемый озон. Это соединение трех атомов кислорода, который и является небом. Озоновым слоем, по которой распространяется свет. Когда в озон попадает ультрафиолетовый спектр, это соединение одного красного кварка и одного желтого кварка. От них отделяются красный кварк и желтый кварк, а также два красных кварка, образуя синий спектр. Получается, что из ультрафиолета мы получаем все спектра света, благодаря озоновому слою. Когда от кончика стрелы выходит электрон, она попадает в кислород и дополняет электроны кислорода. Так как кислород дополнится электронами, кислород готов получить дополнительный позитрон. Когда от стрелы выходят позитроны, они во вторую очередь проникают вовнутрь кислорода, дополняя ее позитронами, что и будет соответствовать горению гидрида и супергидридных углеродных соединений, создавая при этом огромное количество энергии для человека. Древесный уголь состоит из углерода. Когда к нему попадает вода, а затем электричество, начинается хомическая реакция. Один углерод соединяется с тремя молекулами воды, при этом освобождается две молекулы водорода и одна угольная кислота. Это два водорода, один углерод и три кислорода. Из угольной кислоты мы получаем карбонаты. Это уже вторая почва. Водород поднимается над озоновым слоем, создавая водородный слой. Когда водород заряжается от солнечного света позитронами и электронами, она превратится в гидрид и супергидрид. И этим топливом можно решить все энергетические проблемы человечества. Теперь подумайте, откуда взять столько электрической энергии? Абсолютно верно, из молнии. Но как остановить электрическое напряжение 200 миллионов вольт? Опять вы правы. Изолятором. Если вы захотите увидеть собственными глазами изолятор-конденсатор, который использовал до потопа и будет использовать всемогущий бог, создатель рая на планете Земля, приходите к нам в Чурапчу. А пока расскажу примерно, из чего она состоит. После земной коры есть камни, которые содержат металл, золото и серебро. После камней гранит. После слоя гранита идет белый, негорющий порошок. После порошка битум или по-другому каменный черный уголь. После битума древесные угли, слой с битумом, и они создают один большой электрический конденсатор. Только пока они лежат под слоем льда и почвы. К сожалению, никто не изучает вечную мерзлоту между растениями и черным углем. Почему, к сожалению? Потому что сейчас она уже тает. Это огромное количество воды, которое может потопить много стран, значительно увеличив уровень мирового океана. По сравнению с Якутией, северный ледник – крошечный айсберг. Наши маленькие озера – это бездонные соленые моря. Около пяти тысяч лет тому назад ангелы из-за противника Бога вышли из другой измерения, и их дети-великаны заставляли людей подчиняться им, мучаясь, делали людей злыми. Поэтому Бог не дал им знать то, что знаете вы. Если бы они знали об громотводах, которые сохраняют позитрон и электрон, превращая их позитроней, тогда потопа не было бы. Потому что слишком высокое давление супергидрида начинает гореть с озоном и при этом превращается в горячий водяной пар. Пар конденсируется и льется дождем, как из ведра, при очень быстром падении давления воздух замерзает, как в жидком кислороде. Таким образом, Якутия, Гренландия, Южный полюс и Северный полюс замерзли за считанные минуты и часы. Некоторые места после потопа растаяли, например, Монголия, Китай, Япония, а некоторые места просто смыло водой, например, Египет, Мексика, Америка, а там, где были люди, вода прибывалась чуть медленнее. Великаны знали, что они виноваты и пытались убежать в горы, но это им не удалось. Вода поднялась до самых высоких гор, потому что Бог создал горы под водой. Под водой лава быстро остывает и поднимается до верха воды, при этом растворяет соль, и поэтому морская вода соленая. Почему Бог растворил соль? Потому что солнечные лучи, тепла, гамма-кванты, соединения позитрона и электрона попадают в соленую воду, остывают, позитроны превращаются в электрон, позитрон, тот же электрон, только двигаются в противоположную сторону. Из-за того, что вода соленая, электроны быстро проходят через воду и давлением поднимаются наверх, поднимая молекулы воды. Поэтому пар выходит лучше в соленой воде. Теперь мы узнали, что океан – это одна большая солнечная батарея электронов. Углекислый газ в виде высоких облаков поднимается до озонного слоя, и там заряжается позитронами. После того, как она заряжается позитронами, соединившись, падает вниз. Если она встретит пар с электронами, то будет образовано сильное позитронное дождливое облако. Но если эти позитронные углекислые газы не встретят водяной пар, то они так и будут летать и при этом нагревать воздух так, что солнечные гамма-кванты будут задержаны углекислыми газами. И тогда солнце будет красным или в худшем случае солнце не будет видно. И оно будет испарять пар, так, чтобы не смогли образоваться облака. Но все равно после полного заряда позитронами, это превратится в ураган и наводнение. Гравитация для поднятия огромного груза из Земли в космос. Или из космоса на Землю. Когда падает молния, позитроны и электроны распространяются над черным углем. Из сгоревшей древесины выходит водород. От животных и растительности выходит озон. При этом уровень мирового океана начнет снижаться, так, чтобы континенты отделяли моря от морей, а не океан, континенты и острова. Атмосфера поднимется до Луны. Своей гравитацией атмосфера будет поднимать человека, так, чтобы человек весил в половину своего веса. Это доказывают динозавры. Сейчас динозавры просто не смогли бы поднять свой вес при такой непитательной пище. Тем более, Бог создал динозавров после животных, которые сейчас. Потому что динозавры не имеют шерсти для создания озонового слоя. На такой идеальной атмосфере человечество может подняться в космос. Когда Луна подходит к нему, Луна своей гравитацией может поднять любой шар в космос, например, позитроневый шар или держабль, или экранированный от солнечного света водородный держабль. Так как верхняя атмосфера будет состоять из чистого водорода, летательные корабли могут летать без заправки, со скоростью звука хоть целый век. А путешественники по Вселенной могут летать на круглых кораблях, где есть внутренняя гравитация, как крутящийся бедро воды не льется на голову крутящего. Ведь гравитация это противоположность энергии. То есть, гравитация это закон сохранения энергии, как и любовь. От одной галактики на другую галактику можно перелететь за неделю. Намного быстрее света. Благодаря силам магнитного отталкивания статического позитрона. Когда корабль генерирует высоковольтное напряжение, позитроны начнут поступать в иглы и стрелы от ускорителя из статического электрона. Те позитроны, которые выходят от стрел, начнут отталкиваться друг от друга, отталкивая корабль вперед. Потому что позитроны идут сквозь атомные ядра, а электроны над ядрами атома. Как известно, сами позитроны и электроны летят очень быстро, а магнит отталкивания мгновенно или быстрее света. Когда человек питается полностью гидридной пищей и живет в высоком давлении, то для него радиация как нерадиация. Гидриды очистят его от свободных радикалов, а все тело будет состоять из гидридных соединений. Когда черный уголь восстановит атмосферу, все растения и деревья начнут давать пищу. Собака, волк, лев, тигр и все зубастые животные будут есть из растений, у которых твердая кожура, потому что эти продукты будут содержать белки. Например, мухомор или какая-то поганка и все грибы в своей шапке внутрь мембраны начнут задерживать чистый водород, потому что когда падает молния над каменным углем, где лежат древесные угли, которые сгорели в результате пожара от дождевой воды, энергия молнии начнет создавать угольную кислоту. В результате выходит чистый водород. Так как шляпа круглая и гладкая, она идеально останавливает позитроны и электроны, создавая при этом огромное количество химических соединений, используя водород как строительный материал. Ведь наш Бог-творец Вселенной создает все для нас, например, Сатурн, где скоро будем жить. Из-за того, что Сатурн крутится быстро, на ней гравитации меньше, чем сейчас на Земле. И еще благодаря антигравитационному кольцу, который поставил Бог, точно измерив, и места для дополнительных светил, искусственное солнце. Подготовил все для черного гуля, много нефти, чтобы создавать кислород, чтобы люди на ней создавали озон с помощью растений и животных, чтобы и в Сатурне был рай. Бог, причиняющий всему быть, хочет, чтобы вся Вселенная наполнилась прекрасной жизнью, чтобы все его творения призывали его имя. Когда жидкий позитроний выходит наружу, сквозь плотный слой алмазов, на самом верху она начнет гореть, потому что нагревается. Внутрь Солнца состоит из ледяного позитрония. Благодаря алмазной теплопередаче плавится лед, а потом испаряется и горит. При очень медленном горении позитрония она будет светить целую вечность. При этом она не будет увеличена в размерах и весе. Даже если потухнет, это произойдет резко и быстро, так, чтобы можно зарядить энергией, чтобы она снова заработала. Позитроний, когда горит, превращается в гамма-квант и вытаскивает из другой измерения кварт красного и желтого света, то есть ультрафиолетовый свет. Когда будет рай на земле, радуги не будет, потому что атмосфера своей гравитацией будет поднимать капли воды. Из-за того, что капля дождя будет легкой, она будет огромного размера, потому что притянет больше пара в себе. Дополнительно из-за того, что воздух будет очень густым, она будет падать очень медленно. Вот этого эффекта призм не будет, так что любуйте с радугой только сейчас. Когда кварки падают на листья, красный кварк принимается растениями для создания протона. Протон состоит из двух красных кварков и одного желтого кварка в соединении с позитроном. Это доказывает поглощение тепла и красного света листьями зеленого света, потому что листья отталкивают желтые кварки и синие кварки. Если протону соединить электрон, то это получается водород. Как известно, растения растут в почве, а почва состоит из карбонатов, а карбонат из металла, углерода, двух водородов и трех кислородов. Когда растения от света дополняют углерод шестью водородами, углерод отпускает молекулу кислорода и одну молекулу воды. И этим только создается наш кислород. Из девяносити гамма квантов двенадцать электронов входят в новые шесть водородов по два электрона и шесть позитронов по одному в шесть водородов и два позитрона в два атома кислорода. И четыре позитрона остаются свободными и уходят под землю. Это доказывает простой электрический прибор и математическое вычисление. Как известно, карбонаты, попадая в море, пустыни или туда, где нет растительности, не могут отдать наш драгоценный кислород. Может, есть люди, которые обратят на это внимание. Я не имею ни религиозного, ни научного образования или какого-нибудь образования, чтобы сказать это верно и правда. Не отношусь ни к одному политическому или какому-нибудь строю. Все открытия сделала в течение одного с половиной года до этого дня. Никто ничего не спрашивает и никто не обличает, чтобы я дальше мог знать, что сказать в ответ. В этом фильме собрал то, что считаю нужным. Бог не даст своей славы никому и хвалу лягушкам. Ищите правду Бога и призывайте имя Бога. Сейчас для вас это главнее всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...